Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Витражи». Все о культурной и развлекательной жизни нашего города. «Уметь с умом распорядиться досугом в высшей ступени цивилизованности», сказал британский философ Бертран Рассел. И следующие 10 минут нашей программы будут посвящены именно досугу. Так как же увлекательно, познавательно и весело провести свободное время в Мариуполе? Не переключайтесь! Для вас, ваших близких и друзей, начинается наш культурный путеводитель. Яркие сюжеты из повседневной жизни. Глядя на его пейзажи, теряешься – картина это или реальность? Все то, что нарабатывалось несколько десятков лет, теперь представлено на суд зрителей. В художественном музее имени Архипа Куинджи открылась персональная выставка одного из самых ярких мастеров изобразительного искусства Украины – Виктора Кафанова. Деревенский домик, лесной колодец, речка с кувшинками или цветущий куст сирени. Сюжеты картин Виктора Кафанова на холсте будто оживают. Любимые жанры художника – пейзаж и натюрморт. Работы красочные, сочные, наполненные светом и смыслом. Они отличаются реалистичностью и точностью изображения. Ничего замысловатого. Повседневные сюжеты на некоторых работах запечатлены картинки из жизни самого автора. Красота есть во всем. Ее просто нужно уметь разглядеть, говорит Виктор Кафанов. В искусстве всяких направлений много. Но сейчас все заметили, что я реалист. Виктор Иванович Кафанов относится к тем авторам, которых очень любит зритель. У него яркое, доброе, талантливое такое вот творчество. Живопись Виктора Ивановича отличается настоящим профессиональным натурным рисунком, четким разделением на планы, близкие, дальние, глубокой перспективой, многонюансовая палитра, красочная. И все это, безусловно, приковывает. Рисовать Виктор Иванович начал в детстве. В юности понял – это его призвание. Закончив художественное училище, вернулся в родной Мариуполь. За долгие годы работы он создал ряд иллюстраций к художественным произведениям. Великолепно владеет всеми видами графики. Но на этой выставке такой жанр не представлен. Банально не хватило места, чтобы разместить все работы. К слову, их точного количества не знает и сам автор. Рисует по зову души. Это нереально, потому что я просто не помню. Но их работы даже сейчас не помню. Сейчас смотрю, удивляюсь, какие работы. Я ли рисовал это? Удивительно. Работы Виктора Кафанова регулярно выставляются в Киеве. Есть во многих частных коллекциях. Его по праву называют самым плодовитым мастером изобразительного искусства Украины. Даже в 76 он полон идей. С началом весны все свое свободное время автор дни напролет проводит в мастерской. Надо работать. Сидеть просто так вот, телевизор этот смотреть. Дома скучно сидеть. У меня куча этюдов. Это предварительный материал для работы. Вот и все. Смотришь на него, удивляешься. Откуда у него столько любви к жизни, столько сил, чтобы делать то, что он делает в искусстве. Поскольку редкое качество, трудоголик невероятный абсолютно. К нему заходишь в мастерскую и всякий раз видишь новые произведения. Он является заслуженным художником Украины. Это достойное звание, которое он очень давно заслужил. Но вот, к сожалению, только в прошлом году получил. Я горжусь, что мы дружим в долгие годы. И я могу наблюдать и на выставках в мастерской его творчества. То есть человек, он не только гордость нашей, Мариупольской организации, но и гордость нашего города. Полюбоваться творчеством Виктора Кафанова можно в художественном музее имени Куинджи на протяжении всего марта. На выставке представлено шесть десятков работ. Встречайте весну в итальянских мотивах. К Международному женскому дню камерный оркестр «Ренессанс» приготовил для мариупольцев необычный подарок. Вечер итальянских и неаполитанских песен. В программе немеркнущая классика итальянских и украинских композиторов. Необычный в этот раз и состав оркестра. Вместе с умариупольскими виртуозами на одной сцене выступят ведущие солисты оперного искусства из разных уголков Украины. Классическая музыка в сочетании с оперным пением. Муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» не перестает удивлять. На концерт, приуроченный 8 марта, приглашены вокалисты высшего уровня мастерства из Киева, Харькова и Днепра, чьи имена знают далеко за пределами Украины. Александр Сергеев, Тимур Парулава, Елена Ширяева, Виктор Червонюк. Организаторы обещают, зритель услышит всю палитру оперных голосов. Два прекрасных тенора. Один с Харькова, в опере «Сопериты». Другой тенор, в Днепритровской опере. Прекрасный бритон, приезжает в Днепритровской опере. Прекрасный сопрано, который поет в Киеве, в Харькове. Еще это жена дирижера Дмитрия Морозова. И он приезжает тоже. Мы с ним тоже немножко поделимся на сцене. Прозвучат самые золотые хиты оперной классики. Очень приятно, что в этой всей армии высочайших профессиональных вокалистов тоже наша Аня Иванишка. Я скажу, что она там не потеряется, она тоже займет достойное место. Такого не услышишь каждый день. Ну и не в каждом городе. Тем более именно 8 марта. Нам интересно еще то, что мы впервые работаем с этими людьми, с этими вокалистами. Они впервые приезжают нам город. И у нас на перспективу уже так заложены, есть наметки на такую плотную совместную творческую работу. То есть мы открываем для Мариупольцев новые имена и открываем новую, я так думаю, эпоху в работе оркестра из Ниссан. Шедевры итальянской, неаполитанской и украинской классики, а также всеми любимые арии из популярных оперет. Репертуар подбирался специально для дам. Хотелось бы к 8 марта поздравить женщин именно Бельканта, именно пение, которое всегда было на высоте. Я думаю, будет интересно, потому что классическая музыка, она вечная. И она не теряет своей актуальности в любое время. Несмотря на то, что уже много авангардных постановок, много каких-то новых течений, но классика, она вечная. Концерт состоится 8 марта в 18 часов в Драматическом театре. Программа рассчитана на 2,5 часа. Больше в этом месяце концертов в нашем городе «Ренессанс» давать не будет. На марту оркестра запланировано два масштабных мероприятия. 19 числа в областной Львовской филармонии состоится концерт лауреатов конкурса «Музычный листопад». А 28 марта коллектив выступит на главной сцене страны. Коллектив оркестра «Ренессанс». Мы выступаем вместе с оркестром «Ртоза Львова» в Киевской национальной филармонии с программой «Три мусорта». Это та программа, которая прозвучала уже во Львове. Она прозвучала в Краке, в День независимости. Сейчас в марте она прозвучит в Киеве, на самой главной сцене Украины. Есть планы привести, проводить эту программу здесь, в родном нашем городе. Ближайший концерт для мариупольцев после 8 марта, это 1 апреля. Я думаю, это будет в концертном зале школы искусства программа «Звуки весны». Хорошо спланированный отдых в кругу друзей и родных, гарантия хорошего настроения и заряда положительной энергии. Начинаем планировать. На очереди рубрика «Галерея событий». 11 марта в ДК «Искра» в рамках всеукраинского тура «Единая страна» пройдет всеукраинский фестиваль-конкурс «Зиркафест». Детские творческие коллективы и солистов региона будут оценивать ведущие специалисты высших учебных заведений и известные деятели культуры страны. Станьте свидетелями рождения новых звезд нашего города ДК «Искра» 11 марта. Ко дню рождения украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко с 9 по 11 марта централизованная библиотечная система для детей приготовила для своих читателей увлекательное путешествие по страницам жизни и творчества великого Кобзаря. Итак, 9 марта центральная детская библиотека проведет для детей младших классов литературно-художественный час. Дети узнают о жизни великого Кобзаря, о его многогранном таланте не только как поэта, но и как художника. Ждем вас в 13.00. Также ко дню рождения Тараса Шевченко детская библиотека филиал номер один имени Пушкина представляет проект «Литературный портрет. Пророк украинского народа». Детям будут представлены малоизвестные факты о жизни великого Тараса, народные легенды о нем, а также их ждет увлекательная викторина. Литературный портрет «Пророк украинского народа» ждет вас 9 марта в 14.30. Шевченковские праздники пройдут во многих библиотеках нашего города. Узнайте больше о нашем великом поэте. Библиотеки приглашают вас в увлекательный мир Тараса Шевченко. В рамках Года Японии в Украине приглашаем вас в библиотеку имени Некрасова, где состоится книжная выставка, посвященная культурным традициям и истории Японии. Очаровательных девушек научат изготавливать традиционное японское украшение для волос канзаши. Ждем вас 11 марта в 12 часов. А теперь информация для самых маленьких. 11 марта детская библиотека филиал номер 8 имени Чуковского и театр книги «Радуга» приготовили увлекательный праздник для детей. Приняв участие в лото у сказки «Тихий голосок», ребята смогут путешествовать по сказкам вместе с любимыми персонажами и отвечать на вопросы викторины. Сказка приглашает 11 марта в 10.30. «Что может быть полезнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом?» сказал британский писатель Сомер Сетмоэм. Распорядите своим временем с максимальной пользой для себя, и жизнь станет ярче и насыщенней. И не забывайте заглянуть на сайт Управления культуры и туризма. Там вас ожидают много интересной информации. С вами была программа «Витражи» – культурный путеводитель Мариуполя. До встречи в следующий понедельник.